Начать подключение, дорогие друзья! С вами Шарон, и сегодня у нас в очередной раз рубрика, которая очень часто выходит в последнее время Как озвучивается? Всем здрасте, я Сильв с проекта Нелибрия.тв И сегодня у нас онгоинг, наше поле брани А как говорится, милые бронятся, только тешатся Давайте, давайте потешимся немножечко Шарону, любви, удачи, во время вон... Сегодня мы озвучиваем сериал Новинка, осенний сезон, наше поле брани И так далее, очень длинное там название Будем сегодня озвучивать местных Кирита и Асану И еще некоторых персонажей других Приятного просмотра! Пуехали! И сегодняшний выпуск даже не совсем как озвучивается Потому что таймер тоже согласился записать фрагмент его работы над серией И у нас уже получается, как озвучивается и как таймится Поле брани первой серии Дорожки стаймлены, две дорожки нет Поехали! Астральная энергия — странная сила, дремлющая внутри планеты Ее мощь слишком велика для людей А тех, в ком она текла, боялись и притесняли к лиме ведьмами Так с нами поступали имперцы Ля какая! Прям ведьма, прям огонь! Империя — место, где астральную энергию ненавидят И рай, доставшийся невидным Невидным И рай, доставшийся невинным ведьмам Облачное государство Волею судьбы два этих народа Народа Волею судьбы два этих народа Ведут вечную войну И я собираюсь положить ей конец Более серьезно Серьезно! Как будто ты, блин, на пикник собрался Давай! Конец положившему! Я создам мир, где не будет места гонением Так начнется же Так-так-так, это вот еще надо в Шароны попасть Так начнется же Последний бой, что изменит наш мир Так начнется же Последний бой, что изменит наш мир Анилибрия.тв представляет Наше поле брани или священная вой... Да. Анилибрия.тв представляет. Наши поли брани или священная война за рождение мира. Нового мира? Охереть, мы еще тут название напихали. Анилибрия.тв представляет. Анилибрия.тв представляет. Наши поли брани или священная война за рождение нового мира. Годом ранее. Скорее, нужно бежать. Твоя повязка. Ты святой адепт? Возьми. Тут немного, но... Дала ей денег. Она так прижала к себе. Теперь в моем. Вернее, дам. Теперь иди. Вы тут какие-то мужики из экранов пропустимых. Не очень интересная тема. Да-да. Уже иду. И решаемся. Та-да-тан-тан-тан. Извините. Добро пожаловать. О, Джинни? Ой, Джинни. Джинни, блин. Уизли. Нет, Джин. Джин, да? Просто Джин. Мы же с тобой совсем недавно виделись. Джин, это ты! Раду тебя видеть. Соскучился? Отправляемся завтра на фронт? Теперь ты в армии. Вот так вот. Из трактира на фронт. Идеально, идеально. Вот так вот и забирают в армию. Шокирующая правда. Вот так. Готовишь себе, готовишь. А тебя на войну потом резко отправляют. Вот что ты такого сделала? Уже целый год прошел с тех пор, как я вот так смотрел на звезды. Осталось ровно четыре с половиной минуты. Осталось четыре с половиной минуты тебе жить, смотреть на звезды. Джин, спасибо, что оповестил всех вчера. Спасибо, что оповестил всех вчера. Иска, он на самом деле, вот мой родной тембр голоса. И мне практически не приходится ничего менять в своем голосе. Ну, разве что чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше своего обычного голоса его делать. И, в принципе, все. Это дает мне, в свою очередь, возможность огромный спектр эмоций, интонаций разыграть, когда тебе не приходится менять голос. Потому что, когда тебе приходится менять голос, у тебя как бы ты начинаешь задумываться об еще одной штуке во время озвучки, и это тебя ограничивает. А когда ты родным голосом все эти штуки делаешь, тебя ничто не ограничивает. Иска, поздравляю с освобождением! Нэнэ, ну чего распрыгалась? Поздравляю, поздравляю! Нэнэ, ну чего распрыг... Нэнэ, ну чего распрыгалась? Нэнэ, ну чего распрыгалась? Сиськи пошли! Тут должна появиться хикольная! Ничего себе, первый раз как озвучивается, правильно? Хека, привет! Она упала в этот момент. Ребята! Простите, опоздала! А? Она упала. А капитан, я смотрю, не меняется. Еще одни сиськи прибежали. Неуклюжие сиськи, к тому же. Успехов вам с таким капитаном! Капитан, неуклюжие сиськи. Ой, Иска! Давненько мы уже не виделись. А ты подрос. Уверена, твоя грудь тоже. Но ничего, ничего. Это главное, что она с нами. Она уже и забыла, что упала. А? О чем ты говоришь, Джин? Мне всего 22! Ей еще и 22! Нифига себе! А мне все... Мне тоже всего 23. И острый язычок Джина на... Ау! И острый язычок Джина навевает воспоминания. Острый язычок Джина? Оу, май! Простите. Острый язычок навевает воспоминания. Окей. Окей. Ну-с! Поехали! Итак, что у нас за задание? Почему капитан спрашивает, что у них за задание? Босс, ты же слышала о ведьме ледяного бедствия? Да. 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 Ей в одиночку удалось прорвать оборону. Значит, ледяное бедствие. Задумайся! Представь, что ты про себя что-то такое вырвешь. Типа, так, так, что-то услышал. Такое, типа... Значит, ледяное бедствие. Ну, что-то типа такого надо. Только его голосом теперь. Значит, ледяное бедствие. Значит, ледяное бедствие. Иска, ты точно справишься? Конечно. Это ведь мой шанс. Если провалишься... Стараюсь об этом не думать. Я хочу положить ко... Хочу положить конец своему горлу, которое пешит иногда. Я хочу положить конец этой войне. К этому я стремился тогда. 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 К этому я стремился тогда. И сейчас стремлюсь. Это я не понимаю. Вот они типа... Типа были его отрядом, что ли, да? Когда его посадили, они на какое-то время, получается, там, не знаю, на годы, получается, да? Просто занимали своими делами. А как только его, короче, выпустили, он снова собрал свой отряд, они сразу поехали на войну, даже не подготовившись. Вот. Этот реактор совсем новый, верно? Кажется, да. Кажется... Тут просто непринужденно, типа. Кажется, да. Нормально. Нормально. Хорошо. Хорошо. Верю. Верю. Идем дальше. Странно это. Такой огромный реактор. И так мало служащих. Да, наверняка... И я вернулась! А тут на него напрыгивают в конце фразы. Да, наверняка... К... Как будто на меня сильф прыгнула сзади. Так, прям... Наверняка... Говорят, этот реактор еще не закончен. Учитывая... Учитывая... Учистив... Учистив... Уааа... Скорговорки пошли. Учитывая... Учистившиеся... У... Учищение... Учащихся... Училищ... Учитывая участившиеся нападения астральных магов, все основные силы брошены на оборону. Странно это все. Он слишком сильно трясется и гудит во время работы. Да, я супер инженер. И подумаю, ну какой же молодец. Ладно, про реактор поговорили. Странно. Посмотрим на себя, все нормально. Красивый шарик, скажи. Сейчас ты ставишь это в основном. Да, я не прав. Прокрастинирую прям во время службы. Поехали, экшончик. О, какой-то левак какой-то. Он разрубил астральное пламя. Он разрубил астральное пламя. Нормально. Да не волнуйся, все нормально. Я его и с закрытыми глазами вести могу. Умоляю, не закрывай глаза. Истинный водитель исекай грузовика. Такое обширное заклинание. Похоже с ними сильный маг. Такие стоят. Вы почему так спокойны? Всем пофиг. Иска. Справишься со стулькой. Как только рефлексы вернутся, сейчас это сложновато. Это значит, мне нужна твоя помощь. Нене. Рекай. Поняла? Антимагические ракеты. Активация. Бах. Правый на тебе. Правый на тебе. Бушущее пламя. Вперед. Вперед. Он смог выпрыгнуть. Это просто невозможно. Он типа крутой за всех сил Кирита. Ради этого меня и тренировали. Он реально черный мечник. Он, блин, реально Кирита. Кирита 2.0 просто. Привет. Здорово. Озвучиваю, кстати, тоже Кирита. Ой, шикарно. Просто много Кирита. Больше Кирита. Просто все в Кирита. Джин, как у тебя дела? 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 Нормально. Все готовы. Все отъехали. Так, тут битва с големом. С служанкой. Магия земли. Голем. Скорость создания поражает. А вот и горничная. Как жаль. Вы справились с ними до моего прибытия? Какая она такая прям. Прям веселуха. Ее бы на дискач позвать. Она бы там отожгла. Капитан, оставьте его на меня. Капитан, конечно, посильнее. Противник хочет самому. Капитан, оставьте его на меня. Бери Джина, Нэна и окажите помощь другим. Вчетвером мы лишь зря потеряем время. Ну, тут так что, на все сцены, я не знаю, как их показывать, когда их нельзя показывать. Ну, как бы, извините. Святой адепт? Не вижу причин отвечать. Если только не расскажешь мне, где находится ледяное бедствие. Молчи, отброс. Тебе не позволено даже взглянуть на нее. Так и знал, что не скажешь. У меня дело к ведьме ледяного бедствия. Медленно. Медленно. Хладнокровно. Убийственно. Ты просто обманул все ожидания. Ты супербыстрый. Ты молния. Медленно. Да кто ты, черт возьми, такой? Где ледяное бедствие? Опачки. А вот и правка. Убивай. Мне нечего сказать имперскому псу. Лучше смерть, чем стать пленницей. Ого. Атака фартука. Ух. Прям юбку подняла, отвлекла прекрасно. Думаешь, я сп... Ау. Думаешь, я испугаюсь... А. Думаешь, я испугаюсь меча? Сойдемся в ближнем бою. Сдохни. Не. Невозможно. А ты что думала? А ты что думала? А все. А надо было раньше. Если магии не получилось без оружия, тем более. Он же гребаный мечник. Черный. Черные мечники, они непобедимы. А Алиска прилетела. А Алиса. Ого. Пришли главные сиськи сериала. Алиса? Так это ты ледяное бедствие. Да. Так меня называют. Реактор хренакнули просто. Пока она там отвлекла. Вот это я понимаю. Не просто так. Типа я тут подожду, посмотрю, как там сложается моя служанка. А потом что-то такая сама выйду, может, разберусь. Нет, она там все... Просто из-под тяжка. Пока она отвлекала. Прекрасно, прекрасно. Я здесь, чтобы схватить тебя. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Да, но я переиграла, переиграла. Ты знаешь, с кем разговариваешь? Если не хочешь замерзнуть в страшных муках, тогда... С тебя конфетка. Сдавайся. Пошел, экшон, мечи, фейд, все дела, поехали. Ты кто такой? Я Кирита. Мечник Кирита. Простите. Иска. Лишь святой адепт может сравниться по силе с Рин. Э, э, как-то по-другому этот сап, по-моему, надо. А твое? Алис, Алис, Лунебулис, девятое. Запомни и выучи. Призы в стен! Призы в стен! Это все, что ты можешь? Меньше этого злорадства и хитства. Она же не Риза, она же не Гуля, она же его не ест. Она вообще такая-то. Это все, что ты можешь? А то я такая, это все, что ты можешь? Ну, обязательно. Нет. Пробудись. Так, первый уставший такой, типа? Нет. Пробудись. Сосредоточился на второй фразе прям. Он тоже такой спокойный. На спокухе два челика. Типа я изо всех Юджио, изо всех сил Юджио, полюби меня, Кирита. Шикарен, шикарен. Хорош. Это я Шарону слушаю, если что, не про персонажа. Значит, решено. Сдавайся или поди. Сдаться? Если сдамся сейчас, кто остановит эту войну? Он вышел из себя из равновесия нахер. Если сдамся сейчас, кто остановит эту войну? Я не сдамся, пока не уничтожу империю и не объединю мир. Вечный мир. Никаких захватов и притеснений. Вот чего я, наследница облач... Обличного? Блин, испортила Пафса. Она тоже испортила Пафса, она падать начала. Так что не я, наверное. Вечный мир. Никаких захватов и притеснений. Вот чего я, наследница облачного государства, леди Алис-Алис. Такое лицо. Вот она! Наследница облачного государства полетела вниз. Прямо в ручке. Лови ее! Шикарно. Ты... Ты цела? А... Да, спасибо. Она так расслабилась, когда она ее поймала. Она просто такая смена в интонации. Просто такая, типа, была. Я тебя сейчас убью просто. Только упала, он ее поймал на ручке. Она такая... Да, спасибо, что поймал. Я всю жизнь этого ждала. А, ну да, конечно же. Она под... Ну да, ну да, конечно, да. Невероятно грозная соперница подскальзывается на своей же магии и падает в главного героя, в его объятия. Улыбается ему, да, говорит, спасибо, милая. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. туда воюете здесь нельзя прикольно 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 все что существует город такой в такой реальности которая у них влепилась во вражеского рыцаря а сейчас параллели с ней прям будет чувствовать наверное может возьмете мой я вангу это главный герой по-любому то сюда пришел тоже обожает оперу у нас так много общего может мы это пообщаемся вместе так тихо тихо обстановка театра чтобы никому не помешать очень тихо говорим может возьмете мой простите что ваш платок промок насквозь я за него заплачу не стоит беспокоиться это дешевый платок за здорово ночью как опера понравилось интересно мне вот очень столкновение сильнейшего оружия двух наций для бесплатного домашнего ознакомительного олюбования всем пока непонятно что из этого выйдет но фан-сервис тут присутствует его достаточно много было бы лучше если было если бы это была какая-нибудь романтическая комедия вот спасибо что выбираете нас смотрите ли все испортило конец ну все а вот так вот серия кончилась 2 выйдет уже совсем скоро или уже вышла не знаю наверное уже вышло вы ее наверное уже смотрите а мы показываем вам в это время как озвучивалась первое спасибо за просмотр дорогие друзья ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь и осталось у нас одно-два видео из серии как озвучивается за этот сезон непутевый ученик в школе магии гость и что-нибудь еще посмотрим на то что если бы юджи был девушкой всем удачи спасибо что посмотрели не забывайте писать комментарии и спонсировать канал для меня это очень важно ведь для меня это больше чем увлечение спасибо вам за просмотр всем пока пока 8 короче подписываться на канал шарона шарон надеюсь что из этого получится топовый видос спасибо химкови что снялась с нами увидимся готова а Продолжение следует...